Так называемая Россия и Путин, все они заплатят за полномасштабное российское вторжение. Дело в том, что этот счет, он уже выставляется и не только погибшими российскими гражданами, хотя какие они граждане, не только замороженными активами. Дело в том, что Владимир Путин это человек, который просто разрушает устои. Значит, благодаря его гениальной политике, значит, НАТО расширилась, Швеция, Финляндия. А вот теперь мы видим, что благодаря его мудрой политике за Украину впишется Южная Корея. Уже сейчас мы ожидаем специалистов из этой страны. Соответственно, активизировались переговоры по линии Южная Корея-НАТО. Почему? Потому что это глобальное противостояние. Но один из аспектов, это же, конечно, Чечня. Это внутренняя российская стабильность. И здесь возникают очень и очень интересные тренды. Значит, пока путинская орда, путинские военнослужащие занимаются тем, что уничтожают украинские города, атакуют Киев, Харьков, Кривый Рог. И этот список неполный. И тут, когда я на это все смотрю, то нужно отдать должное. Мы бьем по военным объектам на территории России. А российские нацисты уничтожают то, до чего могут дотянуться. И тут нужно принимать военные, военно-технические решения. Но вот почему я говорю о Чечне? Ну, во-первых, сегодня прилетела в домик Рамзана Ахматовича Кадырова. В Гудермесе прилетела по Российскому университету спецназа имени Владимира Путина. И выяснилось, что имя Владимира Путина, оно обесчищено в этом государстве. И как отреагирует Кадыров? Он сказал, что да, не нужна мне эта избушка. Все равно там готовят исключительно в основном русских. Чеченцы, как известно, практически в войне не участвуют. Но вот один из аспектов. Я смотрю, чем дольше Путин ведет против Украины войну, тем больше глава Чечни, президент, султан, как угодно, проводит отдельную внешнюю политику. Например, из последнего. Когда украинские дроны летели в Гудермес, а это, между прочим, если по дорогам общего пользования почти 2000 километров, дроны наши, они не обязаны летать вдоль дорог, они идут по кратчайшему пути, то Рамзан Ахматович, он отправился в Бахрейн и встречался там с королем Бахрейна, цитирую его высочеством, Хамадом Бейн Асай Аль-Халифой. И получается, что Рамзан Ахматович последние месяцы посещает иностранные государства, как глава чего-то отдельного от России, все чаще и чаще. Значит, вроде как крышу потушили вот этого прекрасного университета спецназа. Ну, это же Чечня, соответственно, там любят всякие такие объемные красочные определения. Но по факту речь идет об одном учебном центре, который имеет безграничное финансирование для того, чтобы готовить в первую очередь, еще раз подчеркиваю, русских. Но тут на фоне происходящего возникла интересная заруба между чеченцами и русскими. Ну, или хотите, между кадыровцами и русскими, ну, в смысле, с федералами. И так вот же вовсю солдаты Бундесвера, или как он у вас там называется, дохнут на Курской земле. Спросите Абтиароновича Лаудинова. Там немецкая речь зафиксирована. Дохнут и будут дохнут. Нужно отметить, что зафиксированы сегодня удары не только по Чеченской республике. И да, туда дроны еще не долетали. Так сказать, с почином вас, товарищи ичкирийцы, в прошлом, ну, и, очевидно, в будущем. Есть прилет еще по Луганску, там прекрасная Бавовна. И да, мы уничтожили склад с боеприпасами, в то время как на российские оккупанты атакуют гражданское население. Но раз тут человек фактически в припадке предлагает спросить у Абтиароновича Лаудинова, то давайте спросим. Ведь Абти – это теперь голос Кадырова. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Когда все побежали из-под Красного Лимана оттуда, отовсюду, единственное подразделение, которое не бросило ни одной своей позиции, удержало все свои позиции и остановило бегущих, это был спецназ-охмат. Все об этом знают. Все об этом знают, что в российской армии воюют исключительно кадыровцы. Это основа российского вторжения, хотя это не точно. Кажется, Путин хотел бы, чтобы кадыровцы были главной его гвардией, для того, чтобы подавлять в случае чего россиян. Чтобы они громко кричали «Ахмад силой» и всякое такое. Но герои наши, они вот такие. Они остановили полчища немцев, как сказал припаренный Соловьев, и, соответственно, почти победили. Еще чуть-чуть, чуть-чуть, немножко. В прошлом году, когда мы потеряли большую часть территории участка, зашли на участок Бахму, под Бахмутом, встали там и не дали взять противнику Бахму. Это спецназ-охмат. В этом году, когда противник уже близок был к тому, чтобы зайти на территорию Белгородской области, попросили помощи, пришли, встали, взяли на себя самые тяжелые участки, это был спецназ-охмат. Перечень побед кадыровского оружия, он безграничен. Хотя, бывают и исключения. В курс зашел враг, пришли, ни у кого ничего не спрашивая, никто нас сюда не отправлял, пришли в сали на самое тяжелое направление, остановили врага и сделали огромную работу по его уничтожению. Это спецназ-охмат. Ранее Аптиаронович рассказывал о том, что воины Кадырова, они все, да, они все сделали, но почему Украина контролирует значительную часть Курской области, ответ просто, простой, очевиден, потому что они разминулись с украинской армией, срочники не разминулись и попали в плен, а кадыровцы на раз и все, и только их видели, как они направлялись в направлению Москвы. В конце концов, президент стал перед выбором, кого предпочесть, Пригожина, который потерял берега, или Шойгу, он предпочел Шойгу, то есть систему предпочел, свое любимое детище перечеркнул. Почти полные налоги с Кадыровым, тоже любимчик, выходит только на президента, силовой ресурс. И дальше, значит, ну, то есть понятно, что все силовые структуры тоже к этому относятся, так же, как Миноборона относилась, или ФСБ к Пригожину. Институт российского спецназа, то есть избушку Кадырова в Гудермессе, обязательно починят. Ну, с большой вероятностью, Путин выделит дополнительную субвенцию на эти нужды. Но тут возникает вопрос, а для чего Рамзан Ахматович так часто отправляется за границу? В то время, когда, значит, все лавры победителя перетягивают на Кадыровцев Абтиалаудинов, а сам Кадыров стал немногословный. Он просто постоянно ездит. Нет, он не ездит, он летает на своем большом-большом самолете в страны залива и не только. Он ведет переговоры прямые с шейхами, с султанами и так далее. Почему? Потому что он сам такой. Ну, вот возникает вопрос, а для чего все это делается? И тут выясняется, что вот это вот противоречие между чеченцами и так называемыми русскими, оно очень и очень глубокое. И это грозит в будущем счетом за войну. И этот счет проговаривают российские имперцы. Быть любимчиком Путина достаточно опасно. сама параллель между мертвым пригодженным и живым Кадыровым, она, мне кажется, должна заставить Рамзана Ахматовича больше думать, больше писать телеграммы в главное управление разведки. Мы ему поможем. Ему могут передать не только коня, а какие-то советы и инструкции, как выжить в этой ситуации. Еще раз, само сравнение, оно говорит о том, что Кадыров враг. Враг России. И этот прекрасный парень, который не боится дискредитации и раскручивания вот этих вот межнациональных расприй, он говорит, чем занимается Кадыров. Кадырова не любит, он вне правового поля, Ахмат вне правового поля, вне Росгвардии, занимается чем хочет и так далее, и так далее. Напряжение нарастало. И если бы не случился Вайтберрис, что-нибудь другое бы случилось. И дальше что происходит? То есть, вместо Шойгу и Герасимова у нас Керимов и Вайна. И то же самое идет вабанк Кадыров, обращаясь непосредственно к президенту. Как мне нравится, что люди публично рассказывают о том, что российское законодательство, оно никоим образом не распространяется на Рамзана Ахматовича и на его армию. Потому что у него все свое. Своя избушка, свой институт спецназа имени Путина, кстати, это ненадолго, его обязательно переименуют, а Путина вычеркнут из всех будущих учебников истории. Истории Чечни или Чкерии. Тут варианты разные, возможные. Теряет берега. То есть, не устраивает бросок на Москву, но он вышел за пределы правового поля по сути дела дважды и очень основательно. То есть, во-первых, какую-то кровную месть объявил политикам федерального значения, и тем самым тоже в ловушку попал отчасти, сам себя выстроил, не как у Пригожина, которого мы выстроили. Попал в ловушку, потому что он либо должен убивать этих людей, которым объявил кровную месть, либо терять лицо. Мы помним, что не так давно Рамзан Кадыров объявил кровную месть своим соседям, дагестанцам, Сулейману Керимову, в частности, и еще двум депутатам Госдумы, в принципе, пока еще никого не убили, кровная месть не реализована, но и лицо он еще не потерял. Почему? Потому что еще не вечер, потому что все перечисленные люди, которым объявил Кадыров кровную месть, они перестали ходить на работу. Не появляются они ни в Москве, ни, соответственно, в Госдуме. Почему? Потому что перед входом в Госдуму там, конечно же, рамки есть, но, с другой стороны, там есть и люди Кадырова с пистолетами, у них ограничений на пронос огнестрела, соответственно, подкупал, хотел сказать, парламента, нет, это не парламент, это филиал администрации президента, так вот, у них ограничений на пронос пиф-паф нет, и эти люди понимают, поэтому не надо тут обижать Рамзана и говорить о том, что он теряет лицо, потому что не обнулил Керимова, я ставлю на Кадырова, а вы? Если сепаратизация нарастает, и государственный вертикаль начинает ослабевать и рушиться, то вот эти вот анклавчики, они начинают договариваться между собой, то есть, по сути дела, пересобирать Россию, а каким образом они ее пересоберут, это уже одному богу известно. Тут главный вопрос вообще, откуда взялась эта дискуссия, да, об этом по телевизору не говорят, их кормят тем, этих так называемых россиян, что вот они еще немного и победят, хотя все прекрасно понимают, что да, они наступают, да, они атакуют дронами, ракетами и так далее, но результат, который хочет получить Путин, он будет противоположный. Ну, почему? Да, потому что всегда так, вот за что маньяк берется, оно так и получается. Он хотел, чтобы НАТО расширилось, нет, он хотел, чтобы оно сократилось, оно расширилось. И вот даже сейчас, в этот момент, когда северокорейские орды идут в Европу, идут по России, по приглашению как-то верховного главнокомандующего второй армии мира, да, настолько она вторая, что без северокорейцев никак. Так вот, я смотрю, на Западе немножечко смотрят на это и приходят к простому выводу, что если ты не реагируешь вовремя, то это приводит наоборот к эскалации. И уже сейчас мы, как я уже сказал, получаем прекрасных высокотехнологичных союзников в лице Южной Кореи. Ну и опять зазвучали вот эти вот слова, в том числе из Пентагона. Ну раз так, раз вы такие ненормальные, то нужно наносить удары на всю глубину того оружия, которое у нас есть. Кстати, прилет по складу ракет и боеприпасов в Луганске, он не случайный. Туда прилетело несколько ракет, а мы не так часто в принципе фиксируем пуски вот этих вот Штормшедов. Это были не дроны. Тут сразу ясно, видно разница в Бавовне, когда прилетает 300-500 килограмм взрывчатки. Это один вариант. Когда прилетает один дрон, ну это нам приятно, но этого мало. То есть, сжечь избушку Рамзана можно, а вот рушить заводы все-таки не хватает выбухивки, взрывчатки. То есть, например, Чечня, естественно, будет активно себя вести. Там, условно говоря, четыре варианта своего поведения. То есть, вот сейчас многие всякие украинские, там вражеские паблики пишут, что Чечня взяла курс на независимость. Ну это один из четырех вариантов. Это пишут не только украинские паблики. Мы в данном случае просто поддерживаем стремление чеченского народа к свободе и независимости. А вот тему с вариантами, послушайте, ну нас в таком ключе это пока не рассматривается. Но есть российские имперцы и люди, которые разбираются в раскладе ситуации в РФ. и слушайте, тут никакие вражеские паблики не придумывают такое. Независимость. Второе, значит, это новое государственное образование. Может быть, даже больше по территории, чем нынешняя Чечня. С частью Ставрополя, там как-то еще. Такое возможно. Может быть, крупное образование, когда, например, Чечня договорится с Татарстаном, договорится с Москвой, с кем-то еще. Что-то они такое сделают. Вот, поэтому есть разные варианты. И я должен отметить, что все мне они милы. Особенно в части того, что Чечня перерастет Ставропольем. А там, гляди, гляди, и Краснодарский край недалеко. Ну, в общем, это все и есть счет счета российскому населению за то, что они схавали полномасштабное вторжение в Украину. И этот счет, он далеко не полностью сформирован. Ох, далеко. И вот ключевые эти анклавы, ну, помимо того, что я назвал, это Москва, она, безусловно, будет участвовать в торге и пересобирании, потому что, ну, ресурс есть для этого, центральное положение занимает, будет Татарстан в этом участвовать. Вот, возможно, ну, что будет с Донбассом, я не знаю, но вот эти приграничные территории, они уже как-то в такой экстремальной обстановке находятся, что, может быть, там тоже будут какие-то движения с точки зрения вот самостоятельных автономных действий, направленных на создание каких-то новых государственных анклавов. Вот такая вот ситуация, не очень хорошая. В части Белгородской и Курской народной республик, а, возможно, Брянской, Воронежской, ну, в принципе, мы можем поддержать стремление народов, народов этих областей или республик. Может, даже найдем способ им помочь отстоять свой суверенитет и независимость. Пока у нас, что там, потенциально есть Суджанская народная республика, но эту историю можно развивать и развивать. Между прочим, Чечня, она когда-то объявляла уже независимость, Татарстан тоже объявлял независимость. А откуда берутся, в принципе, такие разговоры? Разговоры эти берутся исключительно на фоне ослабления российского государства. Все эти эмиссии бабла, значит, печатка российских рублей, запредельная процентная ставка и сам факт того, что Путин обращается за военной помощью в Южную, в Северную Корею, как раз и говорит о том, что вот эта вот конструкция, она не статична. И тут главный вопрос, как сделать так, чтобы они занялись собой? Ну, и это морда, говорит о том, что там с Донбассом. С украинскими территориями все вообще очень просто. Как только российское государство займется собой, наведением конституционного порядка в Ставропольском крае, им будет не Донбасс, не до Донбасса и не до Крыма. Нам будет, конечно, очень сложно это все восстановить, потому что армия Путина там все сравнивает просто до уровень земли. Но факт остается фактом. Разговоры-то какие? А Люмпину российскому предлагают Апти, который идет и всех побеждает. А если не побеждает, на это есть причины. Какие? Он разминулся. Но кто скажет, что это не причина для армии Кадырова, тот будет извиняться. А Кадыров прекрасно понимает расклад на будущее. и он своих бойцов бережет. Они не участвуют в местных штурмах. У них высшая миссия. И сейчас этим формированием или реализацией этой миссии занимается Кадыров сегодня в Бахрине, куда он полетит в следующий раз. Кто его знает? Но сразу видно, что он похож на кого угодно, но только не на руководителя российского региона. И есть мнение, что национальный Ахмат не принимает участие в боевых действиях, а это национальный Ахмат не принимает. Вот так лето. Хотя мы уже говорили, что три Ахматы на самом деле существуют, но давайте смотрите, я вам объясню на этот вопрос. Значит, вообще Ахматы это есть подразделение полк МВД Большинской Республики и МВД это раз. Это МВД. Есть батальоны и полки Росгвардии Ахмат. Это франшиза. Именно так это называется на языке бизнеса. Они некоторые подразделения из разных силовых ведомств, которые называются Ахмат, да, называются они так, но сформированы они не из чеченцев и не из кадыровцев. Почему? Потому что мы это уже проговорили. Армию Путин свою тратит, а Кадыров не дурак. То есть люди должны в конце и концов услышать одну вещь. Этот росгвардейский батальон или что бы это ни было, они такие же росгвардейские подразделения, как и другие росгвардейские подразделения России, которые близко передовой не подходят. То есть у них есть свой директор Росгвардии. Он не сдает под них во всех одинаковые приказы. Так, Росгвардия в войне не участвует и в некотором роде это логично, то есть по функционалу. Ахмат Кадырова, ну они просто не дураки, чтобы принимать в этом Рубеве участие. А кто же тогда принимает участие? Франшиза. То есть таким образом они, знаете, чем они занимаются? Вот в начале вторжения были там крейки, кадыровцы идут, идут, идут. И тогда ехали именно они. Но потом был налет украинской артиллерии, и они все умерли. Кадыровцы, да. И тогда они очень резко поумнели. И они предложили такой вариант, что всячески вот эта вот тема, Кадыров, Ахмат, все это будет в публичном пространстве, но людей Рамзана Ахмадовича не будет. Нет, будет только Аптия Лаудинов, который будет на уши большие и малые накручивать макаронные изделия. В нашем случае, независимо от размера ушей, мы же все видим, макароны эти, это для русских. И согласно этих приказов, эти подразделения не воюют на передовой. Так я задаю вопрос, почему чеченское подразделение всего лишь из-за того, что у него название Ахмат, оно должно воевать на передовой. Я задаю вопрос, что им надо сделать для того, чтобы те, кто сидит у горячих унитазов, увидели, что они воюют. Вопрос, что они должны сделать? Надо быть, я к вам сразить, Да, тема горячих унитазов, она не полностью раскрыта. Я думаю, не горячих, а теплых. Но чтобы удобно было сидеть там, на этих унитазах в Москве. Там, правда, действительно, в Гудермесе немножечко избушка поломалась, крыши нет, крышу снесло украинскими дронами. В каком состоянии унитазы, пока большой вопрос. Но, опять же, Рамзан с этим справится. Он же говорит, погибших нет. А там как раз чеченцы, то есть кадыровцы, те, которые готовят русских для войны, ну и сами тренируются и тренируют свою армию. Когда Путин прилетал в Чечню и целовал Коран, то Адам Кадыров, самый опытный воин Чеченской республики, показывал, как он круто бегает и стреляет из автомата по мишеням. Путину, наверное, было страшно на это смотреть. Он-то стрелял по мишеням, а патроны у него были боевые. Мало ли, ствол повернул и дедушка улетел в ад. Там его ждет Пригожин, а Кадыров не хочет его ждать там. Он бы хотел бы его туда отправить. Слышь, вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальному году Курской области, и задал ему вот вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашел? Он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование другое, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахматом. Конечно, это заявление Аптия Ароновича было провернуто, но так, очень осторожно, поэтому в публичном пространстве звучит исключительно Аптия. И, знаете, они же не занимаются действительно грабежом, условно, отжать у какой-то бабушки сковородку или еще что-то. Они берут машины, берут магазины, ну, то есть, работают профессиональней и системней. И логики, конечно, в действиях чеченцев в данном случае значительно больше, потому что они пьяными друг друга топорами не рубят. Это чисто русский мир. А чеченский мир, он другой, и мы это прекрасно понимаем. Знает ли Аптия Аронович Лудинов о том, что немало тех, кто столкнул в баме русских и чеченцев, в первую чеченскую до сих пор у власти и при деньгах. Ну, и что... Теперь вопрос. Я же вам буквально только что сказал о том, что чеченскому народу навязали Джохара Дудаева. Власть, которая сидела в то время в Кремле, навязала тогдашнюю власть. Для чего нужен Джохар Дудаев? Для чего нужна была Чеченская республика Ичкерия? Я вам скажу. Миллиарды, сотни миллиардов долларов транзит наркотиков шел через Чечню. Все самолеты садились в Чечне, ставились в печати, улетали по России, нигде не раз. Ну, пиратская республика, Тартуга. Советская республика. Теперь вопрос. Это нужно было чеченцам? Нет. Чеченцы торговали наркотиками? Нет. Чеченцы торговали оружием, которое осталось частей бывшего Советского Союза? Нет. Тогда встает вопрос. Так кто же это делал? Кто же это плохие люди эти? Вот чеченцы, которые вот это все сделали. Вы, получается, отправляете нам Джохара Дудаева, вы нам навязываете его власть, вы создаете в Чечне эту черную дыру, вы создаете в Чечне эту всю сумму Чеченцы, конечно же, ни в чем не виноваты. Они святые люди, и тот, кто в России думает по-другому, тот, как известно, по традиции будет извиняться. Как срочники, как различные депутаты и так далее. С Керимовым, кстати, вопрос действительно не закрыт. Но Дудаева навязали. Вообще, фамилии-то какие? Давно мы их не слышали. А вот теперь они снова начали возникать. Не так давно сам Рамзан Ахматович вспоминал, как он был ичкирийцем ни с того ни с сего, опять же, после полномасштабного вторжения. Вдруг вспомнил молодость и юность. Я вот думаю, обижаются они на Дудаева, очевидно, исключительно потому, что он проиграл независимость, проиграл борьбу за независимость. А Рамзан Ахматович не такой. Я вижу это так. А вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И хочется сказать, что Рамзан, принимай какие-то решения, потому что попадешь под раздачу украинских бомб, ракет и дронов. А мы же ничего не имеем против твоей избушки. если если ты занимаешься своей территорией, а не лезешь к нам. Ну и русские чтобы к тебе тоже не лезли. Варианты они есть. И эти варианты сегодня мы обсудили с российскими товарищами. Ставрополье это Чечня. Да. А Украина что? А Украина все знают что с Украиной. Украина была, есть и будет. До побачья.